Сегодня хочу вам показать свои розы. Одну я уже высадила. Это еще буду сажать в открытый грунт. Вот если вы думаете, что бы такое посадить, чтобы она у вас не замерзла, сразу вам говорю, если вы выбираете Голландию, то однозначно эта розочка у вас замерзнет. Надо стараться выбирать все-таки наше отечественное. Видите? То бишь дома у меня эти розы стоят точно так же. Если у вас дома есть горшочная роза, не поливайте вы ее сверху, поливайте вот таким вот методом. То бишь ставите в горшочек какой-нибудь корыца, наливайте водичку, и она у вас питается. Это у меня роза голландская, ребят. Я ее высажу, но я понимаю, что она у меня замерзнет зимой, что бы я ни делала, как бы я ее не укрывала. То бишь вот, в принципе, выглядит она вот таким вот образом. Ну, она у меня уже давнишняя, то бишь это мне муж дарил на 8 марта. Вот такая вот. Это роза наша отечественная. Смотрите. Сейчас я вам ее достану. Мы уже забрали этот подончик. Наши отечественные. Четыре штучки покупала я ее в феврале. Ну, она у меня уже на даче где-то порядка трех недель. Вот такая вот она. Вот это все надо пооборвать. Сейчас буду высаживать, все это сделаю. Вот она, именно она, она выживет. Я даже в ней не сомневаюсь. Сажать я ее буду, разделяя. То бишь замачиваю, разделяя. Здесь четыре корешочка. А видите, вот все равно, вот она наша, да? И вот она голландская. Голландская она другая. У нее более широкий лист. Она другая. Но она, к большому сожалению, не выживет. Вот она сейчас красивая. Цвести она все лето будет. Все хорошо. А вот эта вот такая дрябленькая, это наша. И она у меня в следующем году опять же будет цвести. Но если вы вдруг решились все-таки оставить дома, то поливать надо именно вот так вот. Поставили подончик и поливайте. Всем хороших посадок, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok.